Продолжение следует... Продолжение следует... И расскажу о историях успеха касательно реализации проектов по предиктивной аналитике и реализации проекта по мобильному обходчику. Давайте поговорим о подходе и общей концепции программных продуктов компании VEVA. Компания представляет спектр программных продуктов, который покрывает весь полный жизненный цикл проекта, начиная от проектирования и разработки, продолжая операционные работы и эксплуатации и далее оптимизации в процессе эксплуатации. Значит, условно мы можем разделить предлагаемые программные продукты на две группы. Это для operations, для операционной работы и engineering, это инженерные задачи. Значит, далее продукты подразделяются на семь категорий. Эти категории являются следующими. То есть в группе engineering, инженерные продукты, относятся решения класса моделирования для моделирования и обучения, для инжиниринга и исполнения и для обеспечения цепочки поставок. К категории группе operations относятся четыре категории управления операционной работой, оптимизация производства, эффективность активов и промышленная информация. Значит, на данном рисунке отображена достаточно хорошо суть класса программных продуктов, относящихся к industrial automation, то есть к промышленной информации. То есть, грубо говоря, это продукты, с помощью которых реализуются промышленные хисторианы, корпоративные хранилища данных, инфраструктура для работы с данными реального времени и архивными данными, такая как PIE-система. Соответственно, существуют достаточно развитые интерфейсы по взаимодействию данного класса продуктов с продуктами по моделированию, обучению, инжинирингу, исполнению, оптимизации производства и эффективности активов. И, кроме того, присутствуют достаточно удобные интерфейсы по визуализации и по взаимодействию с оператором. Значит, давайте теперь погрузимся в программные продукты для решения инжиниринговых задач. Значит, к ним, ну, значит, первое, сферы применения, куда мы применяем эти продукты, проектирование, моделирование, обеспечение поставок и строительство. Значит, если мы возьмем группу Simulation and Learning, моделирование обучения, то есть мы говорим о моделировании процессов, о цифровых двойниках, программное обеспечение для организации тренажеров, для операторов. Группа Engineering и Execution, Engineering и исполнение. Мы говорим о CAD-решениях для 2D-проектирования, для 3D-проектирования, это программный продукт, я бы сказал, комплекс программных продуктов E3D, Работа с электрическими схемами, работа с P&ID-диаграммами, с технологическими схемами. Значит, программные продукты обеспечения цепочки поставок. Мы говорим о оперативном планировании, это решение Planet Together, AVEVA Unified Supply Chain, ранее этот продукт назывался Spiral. Значит, ну и данные продукты в категории Engineering по обобщенному опыту применения, соответственно, помогают достигать вот следующих результатов, которые у нас указаны. То есть это помогает в реализации капитальных проектов, в работе с цифровыми двойниками, позволяет экономить на капитальных проектах стоимостью труда, повышение эффективности при проектировании, экономии времени инженерного состава и так далее. Значит, это достаточно, безусловно, обзорная информация, потому что, учитывая наши временные рамки, у меня нет возможности представлять более подробную информацию. Но, тем не менее, если, скажем так, какие-то программные категории программных продуктов интересны, то мы, соответственно, готовы более подробно проработать, представить и, собственно, значит, обеспечить необходимой информацией, если есть интересы, ответить на вопросы. Значит, категории программных продуктов для операционных задач, то есть сферы применения – это работа с данными, обработка данных, хранение данных, решение по управлению оптимизацией производства, решение для более эффективного использования активов. Значит, рассмотрим конкретные категории. Работа с промышленными данными – Industrial Automation. Это промышленные архиваторы данных, это Pi-систем, это облачное решение Insight, то есть система для решения для работы с аналитики данных в облаке. Значит, Operations и Control – управление операционной работой. Это достаточно широкая линейка программных продуктов, предназначенных для закрытия задач по диспетчеризации, начиная от локальных диспетчерских пунктов, которые условно можно устанавливать, я утрирую, к примеру, не знаю, на котельную или на, например, какой-либо агрегат или участок производства и заканчивая ситуационными центрами. Значит, Product Optimization – оптимизация производства. Мы говорим о системах МЕС, управления производством, системах управления бизнес-процессами, системах планирования графикования и системах моделирования технологических процессов – Advanced Process Control. И группа, которая называется эффективность активов или Asset Performance или APM. Наиболее яркие представители данной группы – это решение предиктивной аналитики PRISM и Mobile Operator, то есть решение для мобильных бригад. Собственно, ну, что мы получаем от данной группы продуктов, какую пользу приносят? То есть это улучшение операционной эффективности, уменьшение стоимости эксплуатации, улучшение показателя общей эффективности единиц оборудования, повышение стабильности производительности, так называемой sustainability, вот, и, значит, улучшение качества. Сейчас я хочу перейти к, скажем так, подходы к техническому обслуживанию активов предприятия. Значит, ну, изначально подход реактивный, то есть при поломке чиним, не требует каких-то специального оборудования, не требует знаний, квалификации, навыков. Профилактический подход. Традиционные планово-предупредительные ремонты разной периодичностью, злительным выводом из работы оборудования базируется на основании опытных статистических данных. Значит, далее обслуживание по техническому состоянию, уже более прогрессивный подход, используя данные от датчиков, чтобы мы могли уточнить и корректировать графики вывода в ремонт. Требует такой подход уже определенной оснастки, определенной квалификации для того, чтобы можно было интерпретировать имеющиеся данные. Значит, традиционные системы диагностики, собственно, помогают в реализации такого подхода. Следующий шаг эволюции технического обслуживания, прогностический подход, значит, основывается на цифровых двойниках. Эти цифровые двойники строятся на основании шаблонных моделей и обработки статистических данных. То есть, с помощью машинного обучения уточняются и корректируются коэффициенты в моделях. Значит, с помощью такого подхода возможно реализовывать прогнозируемые остановы, ремонты и, собственно, решение предиктивной аналитики является конкретным инструментом реализации такого подхода. Следующий подход – это риск-ориентированное обслуживание или риск-ориентированная эксплуатация. При таком подходе ремонтные процедуры проводятся не только в зависимости от состояния оборудования, но и с целью минимизации рисков и минимизации расходов или баланс между рисками и расходами. Значит, для таких решений применяется специальное программное обеспечение, необходимы статистические данные, ну и достаточно развитая, продвинутая, опытная персонал, наработки по техническому обслуживанию. Значит, конкретно мы с вами рассмотрим прогностическое техническое обслуживание. Значит, давайте, наверное, посмотрим с точки зрения вызова в промышленности. То есть, согласно данным, которые были собраны компанией AVEA по публикациям, ссылочки мы видим, то есть там в презентации указаны конкретные ссылочки, можно в интернет-ресурсах ознакомиться с этими цифрами, откуда они получены. Значит, мы получаем, что 70% активов требуют замены, достоверно мы не знаем, когда необходимо их менять или начать ремонтировать активы. Это относится к, значит, оборудованию в нефтегазовом сегменте по Middle East, по Среднему Востоку. Значит, согласно публикации консалтинговой компании ERC Advisory Group, 82% неисправностей случайны, то есть они являются непредвиденными, незапланированными. Согласно усредненному такому исследованию компании GE Digital, значит, с экономической точки зрения, средняя стоимость одного часа простой актива составляет 260 тысяч долларов США. Ну, мы прекрасно понимаем, что, значит, средние параметры – это очень такая относительная категория, но, тем не менее, тоже это определенные индикативные параметры, которые нас подводят к определенному классу решения. Значит, также предиктивная аналитика позволяет нам управлять рисками, связанными в том числе и с техникой безопасности, то есть которые ведут к травмам и определенным последующим финансовым рискам, репутационным рискам и так далее. Значит, соответственно, приходим к выводу, что предиктивная аналитика – достаточно актуальный инструмент. Значит, давайте разберемся в сути работы метода. По временной оси видим, соответственно, три зоны. Область возникновения аномалии – зелененькая, область предупреждения – оранжевая, область тревоги – красная зона. Значит, предиктивный анализ работает в зеленой зоне. В этой зоне традиционные методы определения, они нечувствительны. Значит, выполняется это не за счет низких пороговых значений сравнения контрольной величины, а за счет реагирования отклонения реального значения от прогнозной величины. Вот, это называется так называемое residual значение. Значит, и это существенно повышает чувствительность, не приводя к ложному определению неисправности. Значит, таким образом реализуется обнаружение повреждения в области нормальных режимов работы с точки зрения традиционных систем. Значит, какая логика работы решения? Сигналы от различных датчиков поступают в СУТП. Значит, значение сигналов записывается в базу данных. Цифровая модель агрегата строится на основании исторических данных, которые обрабатываются определенным образом. Значит, данные реального времени о работе агрегата поступают в модель. В этой же модели выполняется анализ расхождения актуального значения с расчетным, которое выдает модель, или прогнозным. Это называется residual. Вот. И в результате работы по определенным диагностическим правилам выявляется аномалия и формируется раннее оповещение о неисправности. Значит, решение предиктивной аналитики о точности, более точно выявить отклонения. То есть, данное о работе оборудования разбивается на большое количество простых режимов. Значит, конкретно в данном случае мы с вами рассматриваем сопоставление температуры наружного подшипника и температуры масла. Эти параметры между собой коррелируются, и их корреляция позволяет диагностировать неисправность системы подачи смазки и охлаждения. Значит, серая зона на данном графике – это является зона нормальных параметров стандартных традиционных систем диагностики. Но тут у нас эффективно работают алгоритмы предиктивной аналитики. Значит, таким образом предиктивная аналитика у нас в данном случае показывает аномалию, вот в то время как стандартная система диагностики покажет нормальную работу. Значит, рассмотрим пример оповещения о начале развития дефекта. Соответственно, на нижнем графике мы видим отклонение модели выше предупредительных, простите, пожалуйста, на верхнем графике у нас отображается отклонение модели от предупредительных и аварийных значений, соответственно, оранжевая и красная штриховая линия горизонтальная, и существенно более высокую чувствительность модели к значению резидиал сигнала. Значит, участки, которые выделены оранжевым и красным цветом, они не определяются как аномальные участки в сравнении с простым методом, то есть реагирование на температуру, которую фиксирует датчик. То есть, таким образом, с помощью такого подхода мы получаем оповещение о начале развития дефекта до того, как превысились значения в традиционных системах или в SCADA-системах. Значит, что мы получаем? То есть, применение системы предиктивной аналитики позволяет получить дополнительное время для принятия решений. Это обусловлено спецификой работы предиктивной аналитики и ее существенной более высокой чувствительностью в нормальных режимах работы, которые являются нормальными для традиционных систем диагностики. Значит, как результат, мы приходим к более низким временным масштабам на ликвидацию неисправности, снижение денежных затрат на ремонты и уменьшению масштабов последствий незапланированного отключения. То есть, соответственно, мы выигрываем во времени и в деньгах. Значит, подход АВЕВА. Что АВЕВА предлагает? Какие решения? То есть, есть решения предиктивной аналитики, которые базируются на патентованном алгоритме Optics, значит, которые обрабатывают закономерности, используют машинное обучение. Вот, то есть, соответственно, данные по патенту США можно ознакомиться, можно посмотреть на базе каких алгоритмов работает. Значит, дополнительное преимущество у нас в работе системы получается автоматическая обработка входных данных в модели, в коррелируемые или взаимосвязанные подгруппы параметров и значительно упрощается формирование модели для активов без использования шаблонов. То есть, соответственно, это ускоряет процесс работы и позволяет упростить моделирование. Значит, в результате мы получаем также универсальность подхода, то есть данную методику и данные инструментарии можно, предиктивной аналитики, можно применять для различного оборудования. Соответственно, список оборудования, которому можно применять, у нас указан. Это компрессоры, газовые и паровые турбины, мельницы и другое оборудование. Конечно, мы хотим отметить, что наиболее рентабельно применять для оборудования с дорогим временем простоя, с дорогим ремонтом в случае аварии, с значительными бизнес-рисками, которые связаны с недовыпуском продукции, возможно, с какими-то репутационными либо контрактными обязательствами и рисками. Уважаемые участники, сейчас хотим попросить, чтобы вы ответили на вопрос касательно планирования реализации решений предиктивной аналитики. Это тоже нам поможет понять, скажем так, дальнейшую проработку и заинтересованность по данному классу решениям. Так, спасибо большое за ответы. Далее переходим к мобильному обходчику. Значит, мобильный обходчик – философия достаточно простая. То есть есть некое понимание, что достаточно существенный причин, существенный процент выхода оборудования из строя связано с нерегулярностью получения и низким качеством информации. Это связано с большой протяженностью маршрутов, с дефицитом квалифицированных кадров, иногда со сложностью контроля процедур, которые выполняют мобильные бригады, с бумажной работой, ручной отчетностью и так далее. Это, соответственно, ведет к неполноте, к неактуальности и низкой ценности для анализа полученных данных. Что мы предлагаем делать? Мы предлагаем решение мобильный обходчик. То есть, соответственно, это программное обеспечение, клиент-серверная система. Значит, мобильный оператор регистрируется в мобильном устройстве, в различных мобильных устройствах. Оборудование, с которым работает бригада, идентифицируется посредством радиочастотной метки, штрих-кода, бар-кода, либо выбирается из выпадающего списка, либо каким-то другим методом. Значит, проводится осмотр, фиксируются параметры. Можно подключать периферийное оборудование по различным интерфейсам и подгружать отчеты о вибрации, о температуре, о шумах и так далее. После окончания осмотра проставляется дата и время и, соответственно, оформляется протокол. Соответственно, система интерактивная, то есть в зависимости от результатов, текущих результатов, можно корректировать программу осмотра, то есть добавить дополнительную информацию, добавить дополнительные измерения параметра и так далее. Система достаточно гибкая в конфигурировании. В результате мы получаем мобильное решение, которое позволяет нам реализовать советы эскалации, электронно подписать документ, посмотреть тренды и графики, прикрепить документацию, почитать документацию, написать заметки, почитать заметки предыдущих участников осмотра. Значит, будьте добры, пожалуйста, скажите, насколько решения для мобильных бригад планируете, интересно. Вот нам хотелось бы понимать позицию участников по данному классу решений. Значит, далее я хочу коснуться сервиса консалтинга, который предоставляет компания Клинкман, наши партнеры, в том числе и на основании наработок многолетних и опыта компании Aviva. Значит, условно мы разбиваем жизненный цикл проекта на три этапа, то есть это формирование, это при реализации проекта и постпроектный сервис. Значит, на этапе формирования, соответственно, это работа по концепции, то есть разработка концепции, разработка технических заданий, архитектур, рекомендации по аппаратной части, виртуализации и так далее, проведение аудитов с оформлением отчетов, подбор партнерской конфигурации, то есть, скажем так, рекомендации по опыту конкретных реализаций, конкретных компаний, возможные оценки предлагаемых решений, сравнение с конкурентными решениями, технико-экономическое обоснование, ну и рекомендации по дальнейшему развитию, то есть определенная какая-то дорожная карта. На этапе реализации проекта, значит, мы предлагаем надзор за внедрением проекта с применением понимания по лучшим решениям, лучшим практикам вендора, значит, аудит по внедренным решениям или внедряемым решениям для оформления, например, дефектной ведомости для дальнейшей проработки со своим контрагентом. По постпроектному сервису у нас присутствует в компании сертифицированный международный центр обучения, то есть мы сертифицированы компанией АВЕВА по проведению обучений. Также возможно выполнение технического обслуживания. У нас почему-то принято считать, что программное обеспечение не требует технического обслуживания, но на самом деле программное обеспечение требует технического обслуживания ровно так же, как и аппаратная часть данных решений. Значит, могут быть интересные вопросы, связанные с миграцией систем, интересные вопросы с безударной миграцией, то есть фактически миграция без вывода системы из работы. Это решается с помощью решений виртуализации. Ну и дальнейшее консультирование и видение на основании определенных стратегий вендора. Сейчас становится уже не секретом, что компании, в том числе АВЕВА, переходят очень интенсивно в облачные решения, то есть, соответственно, формирование определенной стратегии дальнейшего развития на основании тенденций промышленности и тенденций конкретного вендора. Хотим попросить вас сказать о вашей заинтересованности по данным сервисным продуктам. Возможно, что-то интересно или, может быть, уже получаете такой сервис. Значит, хочу привести пример реализации мобильного обходчика в такой крупной компании, как Chevron, соответственно, в Соединенных Штатах Америки. То есть, задача была повысить производительность, надежность нефтеперерабатывающих заводов, снизить затраты по техническому обслуживанию, повысить соответствие стандартам и нормам и сохранить и максимально задокументировать компетенции и знания опытного персонала, которые выходят на пенсию. Значит, соответственно, в Chevron данное решение было принято как стандарт технического обслуживания, Aviva Mobile Operator, ну и получили результаты в виде повышения надежности НПЗ, снижения затрат на техническое обслуживание, соответственно, нормативным требованиям. В Казахстане достаточно известен проект реализации в ТШО, вот решение мобильный обходчик. Значит, по предиктивной аналитике я хочу привести в пример компанию Total, которая выбрала решение предиктивной аналитики от компании Aviva. Значит, соответственно, были конкурентные решения с установленной базой программного обеспечения в сегменте добычи в Total. Но Total искал решение для более быстрого освоения своим инженерным персоналом. Ну, в результате, вот после ознакомления с решениями, выбор получился в пользу компании Aviva. Значит, в Total используется система PIE как инфраструктура промышленных данных реального времени. Значит, система PIE эффективно взаимодействует с решением предиктивной аналитики. Значит, Aviva продемонстрировала решение предиктивной аналитики, которое было признано как лучшее в классе, по крайней мере, компанией Total. И это решение было выбрано для сегмента переработки и размещено на 12 нефтеперерабатывающих заводов. Значит, в результате были достигнуты повышенная надежность переработки в Total, возможность раннего выявления отклонений и диагностики проблем с оборудованием. Но в основном мы, конечно, говорим о вращающемся оборудовании. Это компрессора, насосы, турбины и тому подобное. Значит, это, соответственно, зона нашей работы, зона нашего покрытия по региону Центральная Азия. Мои контакты я уже представлял, но, тем не менее, если у нас есть новые участники, пожалуйста, мои контакты, можно связаться, мы с вами оперативно, ответно свяжемся и постараемся предоставить всю необходимую информацию и помочь в тех вопросах, которые у вас, возможно, возникнут. Еще раз обращаю внимание на наш канал в YouTube. Достаточно информативный ресурс, где можно найти много полезной информации по продуктам, по решениям цифровизации, по историям успеха, выступления многих спикеров на форумах, конференциях, которые могут, ну, скажем так, дать какую-то определенную интересную для вас информацию. Благодарим всех за внимание и сейчас готовы ответить на вопросы по темам, по которым сейчас докладывался. Все, спасибо большое за внимание. Глеб, спасибо вам огромное за столь подробный, интересный доклад. Вот, уважаемые участники, у нас еще остается буквально минутка-две на возможные вопросы для Глеба. Ну, Глеб, опять же, если вдруг они поступят чуть позднее, ответят еще во вкладке либо в чате. Вот, Глеб, а хотел вас попросить, а можете поделиться, я понимаю, что тут, наверное, слушает много ваших заказчиков, какими такими основными, самыми интересными, может быть, заказчиками, проектами в Казахстане здесь, вот в Казахстане, может быть, ближним зарубежьем, которые, вот, вы, может, хотели бы озвучить? Ну, значит, смотрите, мы откровенно говорим, что по, допустим, предиктивной аналитике это продукт достаточно инновационный, и в Казахстане, по крайней мере, мы не знаем о реализованных проектах, вот, но, тем не менее, мы ожидаем определенную активность по, у заказчиков в связи с озвученными существующими зарубежными проектами в лидирующих компаниях мира. Наверное, все-таки я скажу, что достаточно хорошие, интересные реализованные проекты – это корпоративные хранилища данных, это решения по мобильному обходчику, это системы диспетчеризации, это ситуационные центры, то есть все-таки мы говорим о решениях, которые относятся к классу управления производством и диспетчеризация производств. Вот, если интересно, можем более подробно уже, наверное, как бы по отдельным запросам остановиться на этих историях успеха, те, которые, конечно, являются открытыми. Значит, история диспетчеризации, то есть мы говорим о, это сегменты горнодобывающая, горнообрабатывающая промышленность, металлургические предприятия, значит, систему управления, мониторинга, например, там конвейеров по экстракции, то есть по доставке руды из подсемных шахт. Вот, то есть, в принципе, как бы, ну, есть чем поделиться и, возможно, значит, ну, заинтересовать наших уважаемых слушателей.